Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч первого тура АПЛ Crystal Palace Southampton. Встречаются 14 и 11 команды минувшего сезона. В очном матче в последних 10 очных играх команды поровну играли на обезобьюд, да нет, и 6 раз на тотал меньше. Пелес без побед над святыми в последних 4 очных матчах. 3 последние очные матча на Селхерспарк выиграли гости, и все в сухую. Статистика команд. Crystal Palace в последних 10 своих играх 7 раз отыграл на обезобьюд, да нет, и поровну на тотал меньше больше. У Crystal Palace в концовке сезона была серия из 7 поражений к ряду. Southampton в последних своих 10 матчах поровну играл на обезобьюд, да нет, и 6 раз на тотал меньше. Southampton не проигрывает 7 последних своих матчей. Crystal Palace по всем статьям провалил концовку предыдущего сезона. Если бы не солидный очковый задел, команда вылетела бы с такой игрой в чемпионшип. Святые наоборот, в концовке сезона приятно удивили своих болельщиков, а заодно и букмекеров обыграл в Манн-Сити и не проиграл в Манчестер Юнайтед. В межсезоне Palace провели два товарняка, в которых добыли две победы. Возможно, эти два матча вернут уверенность команде, ибо в противном случае Рою Ходжсону придется искать новое место работы. В очных поединках с Носалхерспарк все очень плохо для Palace. 0-5 в последних трех очных играх. В Palace минувший сезон закончили серии из четырех матчей на тотал меньше. В пяти последних сезонах АПЛ Palace 57% домашних матчей играет на тотал меньше и обе забьют нет. В Southampton 53% выездных матчей наоборот, на тотал больше и обе забьют да. Последние пять игр на Салхерспарк между этими командами прошли на обе забьют нет. Это явный перекос, если брать 57% нулевых домашних матчей Palace и 53% выездных забивных матчей Southampton. Поэтому, вроде бы, в предстоящей игре больше шансов на то, что забивать должны обе команды. Что до результативности матча, то здесь крен идет в сторону тотал больше. Последние четыре очных матча этих команд прошли на тотал меньше. Плюс Palace последние четыре игры в АПЛ минувшего сезона отыграл на тотал меньше. В Англии достаточно редко идут такие длинные низовые серии команд. Поэтому вариант тотал больше уже назрел для такой игры. Что до победителя, то здесь потенциальное поражение для Palace будет явным перебором. За полтора месяца межсезонья Ходсон должен был сделать перезагрузку команды. Буки на этот матч фаворитом ставят гостей, считая, что матч должен быть низовым. Дядь Юра немного иного мнения. У Дядь Юры в итоге получилась связка ставок. Тотал больше обе забьют до 1х. Самый низкий коэффициент стоит на 1х. Буки дают на не проигрыш Palace коэффициент 1.58. Коэффициент небольшой, но ставка должна зайти и достаточно надежная. На обе забьют да, нет, Буки дают 50 на 50. Учитывая очень длинную нулевую сервивочных матчей на Селхэст Парк, пожалуй, предпочтение целесообразно отдать варианту с обе забьют да. На тотал больше стоит высокий коэффициент 2.30. Последние четыре очные матчи этих команд прошли на тотал меньше. Плюс Crystal Palace отыграл последние четыре матча предыдущего сезона на тотал меньше. Поэтому, пожалуй, ради 2.30 можно рискнуть взять вариант с тотал больше, который уже давно назрел на эту игру. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.